Запад-Восток вместе. Ну вот мы приехали с Востока, и нас на Западе так любят. Как только в родном Донецке стало потише, вернулись. Дом пусть и полуразрушенный, но он свой. Все, говорит, восстановят, да и греют, да не стены. Люди. Сначала было страшно. Мы приехали, темно, где ничего и не разрушение. А потом, когда пришли в дом, нам все рады, все довольны, настроение поднялось, и стало вроде уже хорошо. Трудовской район на окраине Донецка подвергался постоянным обстрелам. Большинство жителей района в прошлом году отсюда просто уехали. Например, на этой улице проживало до недавнего времени всего три человека. Теперь люди возвращаются обратно. В какие дома уже вернулись, хорошо видно по этим кучам мусора. Люди приезжают, начинают приводить в порядок свои дворы и дома. Крышу латают уже в третий раз. Сейчас дожди. Стерет пленку на скорую руку, чтобы дом не промок насквозь. Анатолий Корнилов как раз один из тех, кто остался и жил здесь под обстрелами. Присматривал за домами соседей, тех, кто уехал. У кого-то после очередного обстрела заколачивало зимой окна, двери еще в конце февраля. С украинских позиций били постоянно. Плотность огня была такая, что нельзя и выйти. Тут гранаты. Гранаты задолбали. Вот я только постелил, он линолеум, уже дырка от гранаты. Когда я улицу увидела, я была в шоке, так как ничего живого не осталось. 13-летняя Снежана с этой недели учится в своей школе в Донецке. Тоже вернулась домой. Еще лето прошлого года, после первых артобстрелов украинской армии, вместе с отцом уехала в Россию. Неделю жили в Ростовской области, в лагере для беженцев. Потом в Курской, в городе Железногорск. Нам в администрации Железногорска нам дали телефон, люди, которые помогут. Ну, реальная помощь по трудоустройству, либо по жилью. Без них нам, конечно, было тяжело. Вот именно люди, обыкновенные люди. А работа там, работали, ну, я столерсом, и по столярке там. Работал по профессии, делал окна и двери. Когда узнали, что обстрелы их района прекратились, решили, пора возвращаться. Их дом один из немногих, к счастью, не пострадал, но нужна помощь другим. Работы в родном городе много.